В Египте объявили войну пирамидам, не финансовым, а древним гробницам фараонов. Радикальные исламисты считают единственное дошедшее до нас чудо света языческим капищем и требуют его уничтожить. Все это может показаться средневековым мракобесием, однако прецеденты были. В 2001-м афганские талебы взорвали скальные статуи Будды, а этим летом исламистов Мали разрушили древние мавзолеи. Мировое сообщество оказалось бессильным. Ян Воскресенский о других памятниках, которые скоро могут исчезнуть. Похоже, египетские радикалы совсем не чтят богатую историю родного края. Древние извояния и пирамиды для них это не культурное наследие. Запрет на изображение людей и животных воспринимают буквально. А уж крылатых львов с женскими лицами так и вовсе считают идолами. Мусульмане обязаны реализовать на практике шариатское решение относительно них. Мы разобьем идолов и разобьем статую сфинкса и пирамиды, ибо кумиры и идолы есть объекты лжепоклонства. Один из лидеров египетских фундаменталистов, этот проповедник, сейчас должен отбывать пожизненное наказание. Но после свержения Хосни Мубарака оказался на свободе вместе со своими сподвижниками. В эфире египетского телевидения он требует последовать примеру афганских братьев, которые уничтожили древние статуи Будды. Впрочем, исламисты разных взглядов в ходе дискуссии, похоже, и сами запутались в показаниях. Так и не выяснили, предписывает ли Коран уничтожать древние извояния или же наоборот, это считается грехом. Почему же Амир бин Аз, да будет доволен им Аллах, когда вошел в Египет, не разбил статуи? Наш пророк приказывает разбивать только те извояния, которым поклонялись. А сфинксу и пирамидам никто не поклоняется. Поэтому ты ошибаешься. Твой ход мысли не верен и противоречит шариату. После арабской весны Египет и так порастерял туристов. Сейчас он на четвертом месте среди государств, самых опасных для путешественников. После очередной волны беспорядков, круизные компании снова готовятся исключить Египет из своих маршрутов. В таких условиях оставить страну без достопримечательностей власти бы совсем не хотели. Да и мировая общественность может возмутиться. Если речь идет о посягательстве на мировое культурное наследие, великие державы, организация объединенных наций должна предпринимать самые жесткие решительные меры. Об этом должны знать те, кто посягает на культурно-историческое наследие всего человечества. Рассматривают в Египте и менее радикальные методы борьбы с идолпоклонством. Сфинксу в Гизе предлагают замазать лицо воском, а в Александрии уже научились маскировать статую Зевса от правоверных глаз. Во время недавнего митинга на повелителя молнии накинули огромные покрывала. В этот постреволюционный период всегда поднимаются какие-то вот такие маргиналы, фрики со дна и начинают предлагать какие-то безумные идеи. И в самом Египте призывы покончить с древними божествами и правителями исторически не поддерживают. Еще в 14 веке исламистского фундаменталиста Саима Альдаха, которого считают главным виновником того, что у сфинкса нет носа и повреждены глазницы, сами же египтяне казнили. А нынешнего проповедника за его слова общественность предлагает вернуть обратно в тюрьму. Похоже, древние суеверия в Египте до сих пор живы. И не только там. Самый египетский город в России и Петербург охраняют полтора десятка сфинксов, больших и малых. Самые древние, на 3200 лет старше самого Петербурга. Считается, что эти изваяния из ФИП сводят с ума и притягивают утопленников, а еще изменяют выражение лица в зависимости от времени суток. И главное поверье, сфинксов нельзя тревожить. Их обходят стороной вандалы. Их не побеспокоили даже, когда поблизости перестраивали мост. Набережную тогда разобрали буквально по камню, а сфинксов не тронули от греха подальше. Яна Воскресенский, Дмитрий Емельянов, Татьяна Бугачук, Владимир Тихонов, 5 канал.